АПЛОДИСМЕНТЫ И именно в их честь и именно для них сегодня мы открываем нашу церемонию награждения «Время имя арбитра». Сегодня будут определены лучшие, лучшие среди лучших. Дело в том, что каждая смена по-своему интересна, по-своему разнообразна. И в каждой смене, Паша Козлов, много-много детей стараются показать свои таланты. И сегодня мы отметим именно тех детей, которые заслужили звание победителя в определенной номинации. Итак, что это могут быть за номинации? Конечно, вы о них узнаете, но каждый из вас, скорее всего, догадался, что это дети, которые лучше всех танцевали на этой смене, которые лучше всех пели, которые лучше всех играли на этой сцене, которые вообще были самыми-самыми активными во многих мероприятиях. Ну и, конечно, самое престижное и самое главное в наше время – это имя, которое будет носить человек после сегодняшнего представления вечера. Это мастер, которым сегодня мы узнаем, кто станет. Мастер – человек, который нес огромный вклад в развитие лагеря «Арбита». Ну и это будет в самом конце. А сегодня, сейчас мы начнем, наверное, с того, что еще раз вспомним, что у нас на этой смене есть очень одна талантливая девочка. И все ее прекрасно знают, у нее белые волосы. А на дне из города Белознадорска у нее на футболке флаг Великобритании. И, конечно же, это Лена Левчук из первого отряда. И по нашей просьбе Лена Левчук... Все вижу. Лена Левчук сегодня просто мило согласилась исполнить совершенно новую песню. Итак, встречаем Лену Левчук. Лена 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 Левчук. ПЕСНЯ 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 Я приглашаю на эту сцену человека, который сам практически на каждом выступлении показал, что он может тоже называться лучшим вокалистом. И, конечно же, вы все догадались, что это Гаврин Денис Анатольевич! Правда, сегодня без компании. Добрый вечер в лагере «Орбита». Высокие чувства, песня действительно вдохновляет нас на великое совершение. И поэтому люди, которые поют, показывают свой талант в этом виде искусства. Действительно, они делают очень много, несут большую радость, делают большое важное дело. Но теперь приступим непосредственно... Нет, у меня есть вопрос. Можно? Я думаю, что вы обязательно мне на него ответите, потому что в хорошо известном фильме Ильдара Лизанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» есть такой вопрос, когда... Героиня спрашивает героя, а когда люди поют? Да, там единственный был странный ответ, что люди поют когда-нибудь ни слуха, ни голоса. Но люди поют в двух, наверное, случаях. Или когда им хорошо, или наоборот, когда им очень плохо. То есть... В песне можно выразить как большую радость, так и большую горечь, отчаяние, печаль. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки радости на земле было больше, чтобы радости наполняло мир, а чтобы эту радость наши певцы выражали в своих песнях. Аплодисменты здесь. Аплодисменты. Я хочу единственное сказать, что там сказано, что люди поют, да им хорошо. Про то, что когда им очень плохо, я думаю, не каждый захочет петь, скорее всего, просто выть будет. Правда же? Конечно. Итак, я разрешаю вам скрыть этот конверт, но помните, что в этом конверте может быть не одна грамота, поэтому мы это делаем все следовательно. Итак, барабанная дробь. Да, действительно, она там не одна. Пожалуйста. Теперь мы там в порядке. Дальше. 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 Как только у меня микрофон побывает в руках, потом его берут раз-раз. И он прекращает свою деятельность. Дальше. Премия «Имя Орбита» в номинации «Лучший вокалист» присуждается Михаилу Бубнову «Третий отряд». И... И премия «Имя орбиты» в номинации лучшего колеса Создается Михаилу Максимову 2-го сряда Ну и теперь, конечно же, традиционное ответное слово Начнем, кстати, два месяца Можно я между вами постою, желание загадаю? Денис Ильин тоже загадай Итак, Ниша, пожалуйста, что ты можешь сказать Вот после того, как тебе вручили победителя номинации? Большое вам спасибо, что вы решили, что мы с Мишей Самые лучшие колесы Ну, пожалуйста Подожди, но чаще всего такой-то раз видел У меня от радости больше нечего сказать Нет, мы не принимаем такие орбиты Какой-то раз видел церемонию награждения Оскар Время Оскара, видел? Нет Но вот там, когда выходит победитель, он обязательно говорит Спасибо всем, вожатым, воспитателям Нет, он говорит, конечно, по-другому Вожатым, воспитателям, детям моего отряда За то, что всегда поддерживали Лагерю орбита, потому что он меня раскрыл И я счастлив, что стою на этой сцене Итак, перемотариваем немножечко пленку назад И так, Миша, тебе слово Спасибо нашему отряду, нашим вожатым И все-все отряду Аплодисменты Аплодисменты Слава, тебе тоже Спасибо Всему свою отряду И меня поддерживали Второй отряду И всей лагерю орбита Всему лагерю орбита Говорят спасибо Вам, Миша, Илла А мы аплодируем за то, что они были у нас на этой смене И радовали нас своими Песнями, голосами Аплодисментами Миша Амаза Дети аплодируйте Мне кажется, дети у нас спят Итак, это были вокалисты, как вы понимаете Наша сильная половина общества А сейчас мы определяем лучшую певицу третьей смены Лучшая певица, конечно же, это прекрасная половина общества Ну и, конечно, как же не он, кто будет скрывать этот подверт Это ценитель женского таланта Гамолин Олег Александрович Малин Олег Александрович Малин Олег Александрович Как трудно работать с микрофоном люди, которые только в него говорят. А представляете, они еще в него поют. Я считаю, что это очень почетная номинация. И победить в ней очень тяжело было, я думаю. У вас есть какие-то мысли? Конечно, есть. Я сам не пою, я им ужасно завидую. Если бы я так пел, так пел. Я уже покорил не только орбитовскую сцену, но еще и городской дом культуры. Это дорогого стоит. Давайте посмотрим имена этих счастливейших девчонок. Я надеюсь, там много. Давайте посмотрим барабанная дроби. Как в этом, в покер. Так, в тройке, семерка, оптус. Итак, диплом. Премия орбита в номинации «Лучшая певица» присуждается... Сипканулина и Елизавета, вторая дня. Аплодируйте, аплодируйте. Лиза, молодец. Молодец! Молодец! Не уходи. Диплом. Премия орбита в номинации «Лучшая певица» присуждается... Родичевая орбита в номинации «Лучшая певица» присуждается... Родичева и Алине. Первая дня. А где Алина? Молодец! 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 Родичева, Алина. Идите к нам, скажите. Молодец! Молодец! Лена, Левчукка, давай. Я бы тебе предложил мечту менять. Сюртесы, ну так, чуть выше племпуса. С твоим-то голосом нужно не самолеты собирать, а стадионы. Алина, Лена, придумай себе, я знаю. Я представила самолет, по которому идет Лена и поет песни. Представляете? И в этот момент все, все пассажиры радуются. Всего сто восемьдесят. А, ну сто восемьдесят, не представьте. Если каждый по тысяче, это сто восемьдесят тысяч. Да на одинок, блин, лазит шестьдесят тысяч. Ну, я думаю, что... Лена, тебе надо озвучиться и придумать это. Алина... Продюсера мы тебя найдем. Дорогие девчонки, теперь вы должны нам что-то сказать. Ну, я хочу сказать, во-первых, спасибо большое моим вожатым. Причем всем вожатым. Всех вожатым. Всех вожатым. Молодец, Лиза. Хочу сказать спасибо моему отряду за то, что они всегда меня поддерживали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И хочется сказать спасибо вообще всей обите. Ну, это так очень-очень-очень образно, как ты называешь. А вот скажи, пожалуйста, вожатые воспитатели тебе подбирали фонограмму? Нет. Александр Семеневич. Пушкин. Ну, конечно же, он не Пушкин, поэтому я тебе делаю подсказки. Ещё я хочу сказать большое спасибо. Раз, 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 раз. Нет, он меня тут послушается. Нет, действительно с ним что-то произошло. Раз, 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 раз. Спасибо большое Александру Сергеевичу. Аплодисменты. Ну даже, если не подбирал, хотя бы крутил кнопочки. Также можно сказать в уме большое спасибо, потому что в тот момент, когда дети боятся, Он старается двигать какими-то социальными детальками, чтобы голос не выбивался и звучал рунда. Спасибо, просто спасибо. Итак, это была Лиза Севганулина, победитель экс-сорминации, лучшая певица. Он тоже не работает? И мы даем слово Лене, Лене Левчук. Раз, раз. Раз, раз. Хочу сказать спасибо всему своему отряду за поддержку. Я бы без вас не страивалась. Я хочу сказать спасибо своим вожатам, своему отряду, они все время меня поддерживают. И отряду хочу сказать спасибо. Хочу сказать спасибо вам, Ларису Николаевну. Ой, спасибо, что говоришь, спасибо. Александру Сергеевичу и Вове. И Павлу Ивановичу. И Павлу Ивановичу. И Павлу Ивановичу. И Павлу Ивановичу, наконец-то, спасибо Алине Родичу. И мы тоже тебе в ответ говорим на 3-4. 3-4. Спасибо, что ты была с нами всю эту смену. Итак, аплодисменты победителя. Аплодисменты Алине Родичу Александровичу. А мы двигаемся дальше. Раз, раз. Итак, мы определяем лучшую танцовщицу сезона. И чтобы скрыть конверт с этой номинацией, я должна была пригласить человека, у которого фамилия Хаменко. Хаменко Екатерина, которая является нашим кореографом. Но так, как у меня фамилия точно такая же, значит скрывать конверт буду я. Итак, вы сами знаете, что помимо того, что в песне, как говорил Денис Анатольевич, можно выразить чувства разные. Но в песне помогают слова, в которых можно понять, где любовь, где горе. Я не спорю, что чувств там достаточно много. Но самое, наверное, сложное, но не для тех, кто танцует, все это выразить в движении. И мы с вами на этой смене видели достаточно много чувственных танцевальных композиций. Давайте вспомним хотя бы композицию на Мистер Орбита, где Вадим и Любовь показали нам такую страсть. Аплодисменты. Давайте вспомним хотя бы танцевальную композицию Любы вчера на Мистер Орбита, где она показала себя как задорная, сильная девчонка. Давайте вспомним танец второго отряда, где девочки своими действительно движениями показали, насколько сложно, наверное, жить, когда тебя окружает колючая проволока. Аплодисменты второго отряда. Давайте вспомним танец третьего отряда, в котором они показали, что наши дети, не хотят спать, могут себе придумать такие образы, что становится страшно. Аплодисменты третьего. Ну и, конечно, если вспомним танец Даши первого отряда, то можно понять, что даже такие композиции, как русские народные, хотя я так и не поняла, в каком это стиле было, что-то смахивало еще и на шокландский. Ну, в общем, было здорово, они были такие зажигательные. Аплодисменты первому отряду. Я почему-то сразу вспомнила Свету, хотя Света у нас нет, правильно? Сегодня. Но я думаю, что каждый сейчас поаплодировал, вспомнит, как она здорово начинала этот танец. Аплодисменты первому отряду. Ну, а я под барабанную дров вскрываю конверку. Где сейчас мы узнаем, кто же является лучшей танковщицей третьей смены лета 2013. Ого-го, мне повезло больше всех, потому что, я согласна, это очень сложно. Итак, премия «Имя арбита» в номинации «Лучшая танцовщица» присуждается моя любимая. Власова Ярослава, третий отряд. Не знаю, что ее забрали родители, но если у кого-то есть возможность в городе, кто-то учится вместе, может быть, живет рядом, Возьмите и передайте ей привет от орбиты, аплодисменты Ярославе, что ты можешь убегать. Лучшая танцовщица второй отряд – Шелудько Виктория! Молодец! 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 Лучшая танцовщица третьей смены – первый отряд – Шуравлева Светлана! Возьми, пожалуйста, кто-нибудь. Возьми, Алина, возьми, пожалуйста, да, и передаешь в отряд. Я знаю, что там есть ее одноклассница или на параллельном классе, они обязательно передадут. Итак, Шуравлева аплодисменты и привет отряд. Лучшая танцовщица второй отряд. Лучшая танцовщица третьей смены – Егорова Ильина! Вот видите, даже, может быть, однажды, станцевав, можно показать, насколько здорово это получается. Тебе аплодирует весь клагерь. У меня осталась еще одна премиями орбита в номинации «Лучшая танцовщица» присуждается. Массовая Дарья и первая слава! Она выгодовала все движения. Училась, училась, научилась. Ну и получает свою награду. Мы аплодируем в лагерь. Молодец! 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 Я бы хотела сказать спасибо в первую очередь хореографу Кате. Она ставит обалденные танцы. Мы ее за ней переносим. Я думаю, она будет очень счастлива. Во-вторых, я скажу спасибо моим вожатым. Юле, Кате и Славе. Ну и отряду, наверное. И своему отряду. Ты его полюбила? Ты его забудешь? Никогда не забудешь. Так и скажи, я вас? Я вас не забуду! Теперь давай, Юлина, посмотрим, что она думает о своем отряде. Я хочу сказать спасибо большое Кате, Юле и Славе большое, что они очень сильно нам помогали за тот танец, когда мы танцевали, и за поддержку наших детей. Детей отряда Аббарской Адаления. Я, конечно, совсем не ожидала. Думала, что Люба будет лучшей танцовщейся, потому что она везде всегда танцевала на сцене. Вот видишь, про Любу-то уже и сама даже знала, правильно? И я думаю, что эти как раз грамоты тем детям, которые сумели показать то, чего раньше не могли показать. Люба, я думаю, сама за себя знает, что танцует она здорово. С такими-то ногами, конечно. Огромное спасибо хочу сказать Кате Харио-бруфе, потому что она меня гоняла, гоняла, и вот. Ты гонялась? Да. Еще большое-большое-большое-большое спасибо отрядам, вожатым, за огромную поддержку. За доброту, за их ногу. Без вас в этого не было. Аплодисменты всем победительницам. Аплодируем, пока девчонки спускаются со сцены. Аплодируем. Потому что сразу же следом за девчонками, среди которых мы увидели пять лучших танцовщиц, мы определяем лучшего танцора лагеря «Арбитер». Итак, для встречи конферта я приглашаю на эту сцену художественного руководителя лагеря «Арбитер» Александра Сергеевича Ковалева. Привет, «Арбитер». Привет! Привет! Вот я, наверное, первый раз вообще сколько работаю, выручаю лучшему танцору, и я очень рад. Почему? Я сам этого не умею. Я могу найти мусорку, я могу даже поучаствовать в постановке, я могу подсказать, какие движения надо сделать. Но сам их сделать я не могу. И вот, наверное, те, кто получил награду в этой номинации, это просто огромные молодцы. Не останавливайтесь, танцуйте дальше. Вы просто классные. Ну и давайте посмотрим. Но очень интересно, кто же у нас с мальчишек лучший танцор на этой смене. Ну, вы, наверное, понимаете, что здесь нет второго отряда, потому что там были одни девочки, и молодцы они. Им отдельный аплодисмент. Один-два лучших танцора, и первый из третьего отряда – это Бондарь Александр. А второй – Томанов Вадим, первый отряда. Может, помните, вот Саша там потрясающе стоял на руках. Вадим молодец. Ну, а Вадим – такие поддержки, как мистер. И такие замечательные движения, как в танце «Лето». Ну, это просто вот отдельный аплодисмент. Молодцы! 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 Во-первых, я хочу сказать спасибо своему отряду, уважаемому за то, что они меня хорошо танцовали. Ну, и еще хочу сказать Кате-хореографу большое спасибо, потому что на мистер, и она мне поставила танец, домашнее задание. Спасибо, Саша, за такой милый, аплодисментный танцы. Я хочу поблагодарить своих уважаемых, особенно Наташу, ставим на танцы. Хочу поблагодарить свой отряд, потому что поддерживают меня каждый раз. Вадим, лучший танцор третьей смены, аплодисменты. Александр Хоан – это лучший танцор третьей смены, аплодируют девчонки. Визжать громче, потому что парни симпатичные. Нет, не симпатичные? Нет. Не симпатичные? Если говорят нет, значит да. Вы же помните, что именно так мы и рассуждаем. Итак, парни симпатичные? Да! Если да, то мы вам верим. Аплодисменты всем! Итак, после того, как мы с вами спели, станцевали, мы определяем лучшую актрису сезона. И для вскрытия конверта и определения победителей в этой номинации я приглашаю на эту сцену человека, который играл все. И дерево, и стульчик, и Баба Ягу, и Деда Мороза, и даже, по-моему, красная шапочка. Ну, в общем, я уж не говорю про мужские роли. Итак, это руководитель информационного центра Аркадькова. Слава! 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 У вас там есть Мороза! Привет, Аркадькова! Привет! Привет! Ну что ж, лучшая актриса. Ну, на этой СМИ на самом деле было много замечательных постановок, много массовых постановок, сказки, различные сценки, клип. Один он был, клип? Один. И если вас заметили, увидели, среди множества неплохих актеров, то, значит, вы молодцы. Сейчас узнаем, кто же это. Лучшая актриса, как вы понимаете, это у нас будет обязательно девочка. По-моему, не одна. Хотя, кто его знает, вдруг там случайно появился парень. Но я думаю, там все по-честному. Ой, их тоже очень много, а я и не сомневаюсь. Потому что дети, которым я хочу сказать, кстати, слова благодарности за каждую утреннюю линейку. Спасибо вам, дети! Так, ну начнем с малышей. Премия «Имя орбита» в номинации «Лучшая актриса» присуждается третий отряд, кто вы думаете, это... Потапчик Вероники. Премия «Имя орбита» в номинации «Лучшая актриса» присуждается Кожевина и Маргарите. Александр Сергеевич, учитесь. Понятно. И, наконец, самые старшие истории «Имя орбита» здесь. Уже видела, что здесь не упадил. Первый отряд премия «Имя орбита» в номинации «Лучшая актриса» присуждается Карловой Любе и Есимской Мариине. Давайте, девочки, давайте. А я передаю грамоту Любе, грамоту Людам. Ирите в микрофон. Я бы хотела сказать большое спасибо нашим вожатым Юле и Кате, еще Славе и Егене. Я бы хотела поблагодарить... Понятно. Наш отряд. Аплодисменты. Когда говоришь, как в мире аплодируют, поэтому, когда говоришь, нужно передать все свои чувства. Еще я бы хотела сказать большое спасибо «Лагерю орбита» за это самое лучшее лето. У меня такого нет, вообще никогда не было. Не было никогда, но это действительно просто умиляет, потому что третья смена чаще всего не очень нравится детям. Но мне кажется, что в этом году больше всего понравилось. Я думаю, это заслуга вожатых и второго отряда аплодисменты. Я хочу сказать большое спасибо всем нашим вожатым, своему отряду за поддержку. И вообще я очень рада получить эту границу. Олег Александрович, вам тоже спасибо. Всем работникам орбиты спасибо, говорит Арина. Вот тебе спасибо, это вам, Лариса Николаевна. И мне отдельно. Спасибо. Александр Сергеевич. Арина, ты лучшая! Вот видишь, что тебя поддерживает не только первый отряд, но еще и второй. Наверное, Мишка всех подговорил, потому что у него, смотрю, глаза блестят. Это любовь, Миша. Да я думаю, что такую девчонку, как Арина, можно и полюбить. Аплодисменты Арине. Как ты сама любовь будешь говорить. Я хочу сказать спасибо своим вожатым, Александру Сергеевичу, Павлу Ивановичу, за то, что они наснимали, и Владику. Аплодисменты Арине. Аплодисменты Арине. Ну и конечно своему отряду за поддержку. И своему отряду за большую поддержку. Я хочу сказать спасибо Вадиму, за то, что ты с ней танцевала. И тебе, Вадим, большое спасибо. Я думаю, действительно, эти слова искренне. Дети просто-напросто на сцене немного волнуются. И когда они садятся в зале, я думаю, каждый про себя думает. Эх, надо было вот так сказать. Бывает у вас? Бывает. Ну тогда давайте договоримся, что если вдруг у вас возникнет желание сказать еще кому-то спасибо, то в конце этой церемонии мы устроим здесь минуту свободного микрофона. Договорились? Аплодисменты всем победительницам. Аплодируем, аплодируем, аплодируем. И так лучшая актриса определена. Мы определяем лучшего актера. Лучшего актера третьей смены. И вы удивитесь, что я сейчас приглашу сюда человека, который не только здорово танцует и все время, но и который самостоятельно пишет свои миниатюры, записывает новые слова на известные песни и радует нас каждым своим выступлением. И снова я приглашаю на эту сцену Гаврина Дениса Анатольевича. Гаврина Дениса Анатольевича. Еще раз здравствуйте. Актерское искусство – это вещи уникальные, на мой взгляд. Вот, казалось бы, какой человек на сцене говорит какой-то заученный текст, какие-то слова? А ведь на самом деле все не так уж легко и просто. Человек на сцене, по сути говоря, перевоплощается в другого человека, надевает несколько другую личность, проживает другую жизнь. И это на самом деле невероятно сложно. И насколько сумеет это человек вжиться в образ, настолько и большей веры, и восхищение у зрителей. Хочу сказать всем тем актерам, которые были на этой сцене. Ребята, вы молодцы. У них будет делать только первые шаги в театральном искусстве. На этом не останавливайтесь, учитесь дальше, служите прекрасному. Ну, перейдем теперь к награждению. Барабанная дрожь. Дети у нас посиделись, по-моему. Дети у нас посиделись, по-моему. Итак, первая из представленных номинантов, победитель в номинации «Лучший актер» — это Сушаков Федор, третий отряд. И... Алюша, Артём, Артём уже был в параде. Я хочу сказать большое спасибо моему отряду и всем вожатым. И хочу ещё сказать большое спасибо Артёму Догадаеву. Он меня постоянно подготавливал и мог все хорошие, ну, танцы и ещё. Вот ты помнишь про Чебурашку из «Крокодила Гена»? Да. Мы строили, строили, наконец построили, да? И здесь так же получается Артём Догадаеву. Он подготавливал, подготавливал и наконец... Ну, вообще судьба строила. И наконец подготовила. Аплодисменты, Фёдорой! Миша, уже никто не поверит. Первое слово, да уже второе. Я хочу сказать большое спасибо Иван Ряду за поддержку. Спасибо, Катя, Юля и Славя. Хочу сказать большое спасибо Александру Сергеевичу за подборку маски. И Дзюй, мой, мне очень... А мы хотим сказать спасибо тебе, Артём, потому что ты действительно на этой семье нас очень радовал. Причём радовал не только в актёрстве, но мне кажется, он был хорош во всех, во всех, во всех интерпретациях. Аплодисменты, Артём, Аплодисменты, Фёдору, Аплодисменты, Фёдору, Аплодисменты, Фёдору. Итак, следующая номинация, которая, я думаю, говорит сама за себя. Это артист на все руки. Это не актёр, это не певец, это не танцовщик, это артист на все руки. И чтобы вскрыть этот конверт, в котором, как я предполагаю, о нет, снова не одна грамота. И вскрыть этот конверт я приглашаю человека, умеется на все руки. На все-все-все две руки. Это Гамолин Олег Александрович. Но сначала проверка, Олег Александрович. Уж если на все руки вы умелец, то, пожалуйста, нам на внимание, на внимание что-нибудь. С залом, да, руками. Красиво. Алина Александрович, пожалуйста. Волшебный микрофон, говорящий моим голосом. Итак, номинация артист на все руки. Это тот, который может и драматические, и комедийные роли играть. Человек, который способен на своих плечах вынести всю драматургию поставленной задачи. Так, может быть, переименовать артисты на все плечи? Я думаю, если бы ему оторвали руки, он бы все равно оставался артистом. Но в данном случае у него есть руки. И Харьков в контакт зашел, Капа Иванович написал. Матом? Нет. Без протезов для рук, как без рук. Вот такая. Я забыл, мне так понравилось. Так, что здесь смеемся. Я вообще щедник большой. Какой вы добрый! Итак, пожалуйста. И так. Убираем конверт, барабанная дробь. У нас много актеров на все руки. Аня, всего двое. У нас их много. И всех двух мы наградим. Итак, дипломом премии арбита в номинации артист на все руки. Награждается Яценко Александр. Первый отряд. Но он уехал. Он уехал. Он уехал. Я должен был догадаться, что он уехал. Я хочу. Это Александр. Я думаю, что первый отряд вы видели, что делали дети, если уехал. Аклодируем первый отряд своему победителю. Премия арбита в номинации артист на все руки унесет в своих руках. Писает Максим, 30 лет. И не ожидал на самом деле. Сейчас придется теперь говорить. Держать в руках этот профой. И не ожидал точно. Во-первых, я хочу сказать спасибо нашим вошадам. Отряду за поддержку на каждом наступлении. Так. И спасибо всей арбитии за то, что подняли мне настроение в этом недом. Да что вы. Ну спасибо за поддержку. Скажи, пожалуйста. Ну как, будешь на конкурсе, хочешь посетить? Посетить хочешь. Но если я думаю, что в каком-нибудь конкурсе ты выиграешь на знание города, ты все запомнила эти наши памятники, улицы? Почти. Почти. Ну вот сыграем какую-нибудь игру, тебя обязательно привезут на экскурсию. Договорились? А мы очень рады, что не только из Железноборска, но и из Красноярска у нас в лагере появляются такие талантливые дети, как Максим Писает. Аплодисменты Максиму и Олегу Александровичу. Можно я еще углерю? Я буквально... Простые вещи, смотрите, я тут тоже удивился. Хоть Калыша мы себя ругаем, но у них там иногда такие удивительные надписи появляются. Там было написано. Вы удивитесь сами. Крокодил ходит лежа. Вот это старая шутка. Нет. Мне понравилось. Не задумывались. Крокодил ходит лежа. Это старая шутка. Мы уже задумывались давно. Ну вообще идите, опять же смеемся. А! Вот видите, что бы вы делали без меня? Сидели вы под гротом и на сумку ковырялись. Молодец, Олег Александрович! Спасибо, что пригласили. Зовите меня еще. Спасибо, Олег Александрович. Я даже в ваш микрофон сказала вам слова благодарности. Мне он нравится больше. Я буду в него говорить. И так, ну вот не зря говорю я, потому что следующую номинацию, которую Александр Сергеевич может быть сейчас включит нам, а может быть мы потянем резину. Следующую номинацию, лучший эстрадный номер, в новый микрофон буду объявлять снова я, ваша бессмертная ведущая. И как вы понимаете, что эстрадный номер на каждой смене, вот он все время появляется, мне кажется, не тот, который долго-долго готовится, а вдруг появляется не то, что спонтанно, но вдруг дети хотят, захотят показать то, что умеют. Действительно, на этой смене у нас было много умельцев и пели, и танцевали, и показывали постановки. Но я думаю, каждый из вас уже догадался, что мы говорим об эстрадном номере, который поразил всех. Ну а может быть это и не то. Давайте барабанную дробь, а я скрываю компет. У нас, наверное, их не так уж много было эстрадных номеров. Пока вы барабаните, я буду скрывать компет. Ну вот я не ошиблась. Итак, премия имя орбита в номинации «Лучший эстрадный номер» присуждается... Журавлёвой Светлане из «Одорожной королевы». Конечно же, все видели это замечательное бой-шоу. Бой-шоу, которое я так и не могу урочить. Как сегодняшняя Великобритания, как она закулит. А Россия где? Где Россия? Итак, держите. Я думаю, Свете передадите еще и эту грамоту, пожалуйста. А как вы по-первых, там все включено. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить своего тренера за то, что он очень меняет. А кто твой тренер? Лидова Юлия Григорьевна, нет, она же в нашем городе. Ну, во-вторых, я хочу поблагодарить нашего тренера за то, что они всегда меня поддерживали, уважали. Большое спасибо. И вам спасибо. Учитесь еще большему мастерству в этом эстрадном номере. Я думаю, на следующий год вы нас поражите не только горящими мячиками, но и настоящим огненным шоу. Да, дети? Аплодисменты Свите и Даше. И следующая номинация. Лауреаты фестиваля искусств. Большой фестиваль искусств, в котором действительно были выбраны дети, которые заслужили награды. Которую, в свою очередь, сейчас откроет и объявит результаты наш руководитель информационного центра в Пионерской, Пархачок Павел Иванович! АПЛОДИСМЕНТЫ Большой фестиваль искусств, который проходил у нас в два дня, на котором было показано 10 номеров. Из них 6 крупных отрядных постановки. Это три танца. Давайте еще раз поаплодируем и постановщика, Кате, Артему. И Наташе! И Наташе! И Наташе! Мы увидели две сказки. Кто помнит, какие это были сказки? Про крокодила. Дом, который построил жертв. Я вам детей спрашиваю. Они не помнят. Мы увидели клип первого отряда про Санта-Клауса. И сейчас мы определим лауреатов данного конкурса. Их три, как и в любом конкурсе. По местам. Третье, второе и первое место. Барабанная друг. Три за что, да? Итак, премия «Имя орбита». Номинация в лауреат фестиваля искусств третьей степени. Присуждается третьему отряду «Апельсин» за танец «Мечта». Давайте так. Там и Миша, Максим, вы говорите. Кто самый главный танго играл? Уже Миша. Давай им говори тогда, зависит отряд. Куда пошли? А как же? Скажите слово, слова благодарности. Спасибо Артему Дагадаеву за то, что помогал нам те моменты, которые мы так и могли сделать. И всем участвующим в этом танце. Я не учила этот танец, я выручила одного мальчика, который уехал. А что же вышел туда за грамотность? А где у нас Артем? На главной арке сейчас? Да, он сегодня. А давайте сейчас так громко все крикнем три раза «Спасибо», чтобы Артем там услышал. Давайте три-четыре. Спасибо! 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 Подождите, подождите. А сейчас мы рацию включим, сейчас свяжемся с Артемом. Артем? Артем, ты нас слышишь? Да, я слышу. Ну, послушай сейчас, в твою честь будет кое-что звучать. Три-четыре. Спасибо! 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 А еще раз. Артем, да, не горит, не горит, не горит. Видите, до чего техника дошла? Итак, продолжаем. Лауреат фестиваля искусств второй степени присуждается первому отряду 100-ти. Ребята, мы все большие молодцы. Мы так долго старались над этим танцем. Спасибо огромное. Катя Хламенко, опять же, колгорая. Долго с нами работала. Ну, молодцы, опять же. А с Катей, мы не можем связаться. Катя, мы не можем связаться, да. Она, увы, не на арке. Да. Хоть в орбите связь по рации хорошая, но такая связь заставляет желать лучше. Хромает, хромает. Аплодисменты первому. Ну и, наконец, первое место в фестивале искусств занимает второй отряд южайной лицей. История Трокодила. Ну, давай, Трокодила, еще раз на сцену. Молодцы. Молодцы. Молодцы! 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 Я думаю, я с отрядом хотела сказать спасибо большое ваш Адаму. Да! 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 Даня, еще правильный. И Александр Сергеевич. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, мы вручаем номинацию, пока еще, самую главную, но прежде чем все дети настроились бы на понимание того, кто же станет мастером, мы приглашаем на эту сцену снова ту девочку, хрупкую, с прекрасным голосом. Это Лена Левчук, первая! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Любой ребенок, который сделал огромный вклад в развитие творчества и культуры нашего лагеря. Это может быть любой вожатый, который работает, любой воспитатель. Может быть тот, кто сам был ребенком, никогда не получил этого звания и потом вырос вожатым. И очень часто бывает так, что это звание мастер, почетное звание приходит достаточно поздно к человеку. Вот знаете, вообще бывает так, что награда приходит поздно. Вот, допустим, Артем Шриктуров. Он в прошлом году не получил лучшего актера. На первой свине не получил лучшего актера. А в этот раз получил. Арина Ясинская где у нас не убежала еще? Последний раз она была лучших тридцать в девятом отряде. Вот такая вот маленькая была. Я помню, соцарет и бесприятна. Помнишь, Аритя? А теперь вы смотрите, в первом отряде. Сколько лет прошло? Лет примерно шесть. Или пять. Так что вот человек, который скрывается за номинацией мастер, он очень давно там ездит. Очень давно. И понимаете, вот здесь самое главное, наверное, это преданность лагерю. Потому что бывает, человек приехал на один-два года, ну три, и забыл про Арбину, и больше вообще всего не ездит, как будто его здесь и не было. А он был и мастером, и лучшим актером, кем только не был. А бывает так, человек ездит каждую смену или каждый год, вкладывает свои силы, свой труд, свою душу. Мне очень приятно. Назвать именно эту фамилию. В номинации мастер в 2013 году на третьей смене премия имени Арбита присуждается Гаврину Денису Анатольевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Эти люди очень много значат. Без них я бы не справился. Много сомнился у меня в партнеров, в партнер за этот период. Особенно хочу сказать спасибо Олегу Гамолину. Олег, спасибо тебе! АПЛОДИСМЕНТЫ Человек, который постоянно, постоянно, да, с вами? Да, это наша главная ведущая актера. В общем, спасибо всему лагерю арбита. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Денис, конечно, мы вас поздравляем. Я думаю, что это действительно заслуженное звание. Теперь вы можете гордо ходить и говорить, что вы настоящий мастер лагеря арбита. АПЛОДИСМЕНТЫ всем! Победителям и тем, кто хотел только победить. Потому что в лагере арбита сбываются мечты. И если не сегодня, то это может случиться в следующей смене. Может быть, через год, может быть, через два. А может быть, когда вы приедете в лагерь арбита работать. Пожарные мини! Аплодисменты всем! АПЛОДИСМЕНТЫ А сейчас идем на улицу и радуемся солнцу!